Привет, это Вадим, я в Праге, отпуск подходит к концу, немножко еще осталось. Короче, я забрался в садик, чтобы вместе с вами немножко покодить. Мы сегодня с вами узнаем, кто такие девелоперы, покодим немножко руками SVG, разберемся, что такое text decoration underline wavy и почему его, пожалуй, не стоит использовать. В общем, никаких ответов на вопросы, никаких разборов сайтов, просто немножко развлекаемся. Все, поехали. Ну что, давайте немножко покодим. У меня недавно был доклад, называется «Семантика лятоцинников», и для него я в Минске делал один из слайдов, сейчас я вам покажу. Смотрите. Раз. На слайде написано. Мы с вами, многоточие, и следующим шагом. Девелопер. Обратите внимание, что девелоперы напишутся с ошибкой. Не просто так, потому что, ну, а девелоперы пишутся через букву Е, а тут шутка про div. Что мы все надеваем, пишем, и это нормально. Ну, в общем, посмотрите доклад, если будет возможность. Я собираюсь скоро в Минске с ним выступить, но неважно. Короче, мы здесь сейчас попытаемся с вами вот что сделать. Видите это красное подчеркивание, которое говорит, что здесь как будто бы ошибка. Ну, ошибка на самом деле, но и нет. Неважно. Так вот, мы попробуем с вами ее воспроизвести. Я сидел буквально за последние 15 минут перед докладом и кодил эту штуку, чтобы, ну, еще больше впечатлений произвести на людей, которые посмотрят на этот слайд. И я придумал вариант, очень простой на самом деле, но он позволит нам с вами не просто сделать симпатичное подчеркивание в стиле ошибки из Microsoft Word, он позволит нам немножко поиграть с SVG, а это довольно прикольно. Давайте напишем HTML. Идем в редактор. Тут у нас уже есть title, девелоперы. Отлично. И страница открыта. Пишем h1. Ну, или неважно, на самом деле, какой тег. Ну, в принципе, это заголовок слайда. Тут, наверное, h2 лучше было бы. Ну, неважно. h1. У нас это просто отдельная демка. И пишем текст. Мы с вами девелоперы. Ну, да, многоточие. Вот. Идем сюда. Обновляем. Ну, и, в общем-то, да, то, как нам надо, в общем-то. Фраза. Эта часть, другая часть. Но, заметили, нам пришлось пройти в браузер, обновить. Но это было не очень удобно. Нам какой-нибудь, знаете, live reload бы сюда прицепить, да? Давайте мы его заведем. Для этого пойдем в консоль и используем browser sync. Такую штуку, которую я использую, когда разрабатываю. Смотрите. Мы сейчас находимся в корне, собственно, нашего проекта. Там, где лежит индекс HTML. И сейчас мы с вами запустим вот такую команду. Я нажал кнопку вверх и вызвал последнюю команду, которую я запускал здесь. Что здесь написано? Browser sync. Это такая глобально установленная на моем компьютере утилита из npm. То есть я поставил себе на компьютер Node.js, там появился npm. Я в npm поставил browser sync. Ну, скажем, звучит сложновато, но как бы не так все плохо. Я ссылок, конечно, накидаю, где вы поймете, как это делать правильно. Короче, browser sync запускается с командой start и с разными параметрами. Что нужно запустить сервер, что нужно отключить всякие уведомления, не выводить UI. Ненавижу эти вот эти две штуки. И что нужно смотреть на все файлы, которые лежат в текущей директории. И если они изменились, обновлять сервер. Вместо этой команды, на самом деле, у меня в системе есть псевдоним bs, который выполняет все это. У меня в alias записано. Но вы можете, чтобы поначалу разбираться лучше, запускать эту команду, а потом уже сократить ее себе для удобства. Но неважно, запускаем. Запустился сервер. Давайте сходим обратно. Запустился сервер. По локальному адресу localhost 3000. У него порт такой. Важный нюанс. Чем хорош браузер Sync, в отличие от остальных Live Reloads и прочего всего остального, он берет внешний IP вашего компьютера, вот этот, который вам роутер выдал, на котором вы сейчас на Wi-Fi сидите, и цепляет на него свой порт. И получается, что если вы возьмете какую-нибудь виртуальную машину, какой-нибудь Parallels Desktop, например, в котором запущены Windows, вы сможете использовать внешний свой IP-шник, чтобы на этой Windows открыть ваш сайт, ваш демку, и он там так же, как везде, будет прекрасно обновляться. Это огромное преимущество, поэтому я браузер Sync люблю до сих пор. И хоть там много всего лишнего, типа синхронизации и так далее, для обычной разработки он на самом деле сильно не мешает вот этими всеми дополнительными фичами. В общем, классный. Давайте посмотрим, что из этого получается. Закроем наш HTML. Как вы заметили, у нас эта фраза «девелоперы» выделена чем-то она выделена. И на самом деле для выделения, идеально для выделения тона, именно это я делаю, когда я произношу фразу мы с вами «девелоперы», я выделяю тон этой фразы, вот именно часть «девелоперы». Для этого идеально подходит тег «ем» из HTML. Выделяем. «ем». Сохраняем. Видите, браузер сам обновился, потому что браузер SYNC заметил, что индекс HTML изменился и перезагрузил страницу. Очень удобно. Ну, как мы с вами видели, курсива там на оригинальной штуке нет. И вообще она выглядит по-другому. Давайте потихонечку будем стилизовать эту штуку. Берем «текстайл» и пишем «h1». Ну, для начала давайте напишем ему, например, «font family». «font family». У меня на слайдах используется «shift pt-sans». pt-sans-narrow. Ну и sans-serif. Прекрасно. Браузер обновил. Теперь давайте выберем размер шрифта какой-нибудь подходящий, типа «font size». Ну, допустим, там 100 пикселей для начала. Нормально. Классно. Сторожно. Затем спозиционируем эту штуку посередине. Ну, классический способ позиционирования. Position absolute, понятно. Top 50%. Left 50%. Вот. Ну, напись куда-то уехала. Теперь надо сместить ее обратно. Собственно, в этом и трюк. Берем transform, translate и пишем. 50%. 50%. Точнее, минус. Мы возвращаем, компенсируем наше смещение. Раз. Получилось. Если посмотреть внимательно, то эта штука вертикально как-то не очень посередине, просто потому что у тега h1 есть margin по умолчанию браузера. Поэтому мы пишем margin 0. И margin уходит. Ну, еще немножко line height нужно поправить, потому что он так будет выглядеть лучше, компактнее. Все. Надпись у нас посередине. Давайте еще к ней добавим классический цвет серый из шовера. Вот такой. И будет, ну, совсем похожим. Ну, и как вы заметили, у em здесь курсивное начертание. Это не очень красиво. Ну, просто в шрифте ptsans на euro, по-моему, вообще курсива нет. И браузер этот курсив сейчас рисует, и рисует не очень красиво. В любом случае, мы выделение с вами, как вы видели на предыдущем примере, собственно, оригинально на слайде, немножко по-другому реализуем выделение. Поэтому мы его сейчас поменяем. Мы, во-первых, отменим h1 em font-style normal. Он станет прямым. Все. А теперь, ну, давайте мы попробуем сделать какой-нибудь... Ну, что это такое вообще? Это text-decoration, по сути, оформление текста. Давайте попробуем его сделать. Text-decoration. Ну, и что мы все с вами знаем? Underline. Все. Типа у нас подчеркнута. Обратите внимание вот на эти штуки. Браузер сейчас в 2018 году. Chrome и там Safari, они все эти выносы и underline красиво вот пробивают. Ну, видите, не очень-то красиво. Вот этот вот D со светильными свешенными штучками, ну, как-то вообще, ну, не очень. То есть, совсем дырка получается. Ну, это другая история. Ну, на самом деле, свойства underline мы все более-менее знаем, но кроме underline обычного вот прямой линии, на самом деле есть еще text-decoration вариации разные. Смотрите, text-decoration. И смотрите, здесь есть свойства... Да что ж ты так прыгаешь? Text-decoration style. И тут есть штучка, называется wavy. Давайте посмотрим. Офигеть. То есть, в принципе, у нас есть вот такое вот волнистое подчеркивание. Но выглядит оно совершенно кошмарно, как вы видите. Смотрите, у него... Он пробивается буквой R, начинается не там, ну, и как бы совершенно неконтролируемая на самом деле. Нет, ну, мы, конечно, можем задать ему цвет. Text-decoration color. И тут написать red, например. И мы получим то самое вот красненькое, красивенькое. То, чего и, собственно, добивались. Оно здесь такое классное. Но вы видите, вот эти дырки, вот это вот все начало не в том месте. К сожалению, ну, не очень хорошо сделан этот рендеринг. Поэтому вот, глядя на это, очень грустно. Ну, может быть, хоть в других браузерах более адекватно выглядит? Давайте посмотрим. Так, тут у нас терминал, тут у нас Safari. Ну, и вы видите, что в Safari Text-Decoration Style Wavy вообще не работает. А в Firefox? Ну, в Firefox, ну, такая волна немножечко квадратная. То есть оно не уважает вот эти вот контуры. Что, на самом деле, даже хороший выбор в этом случае. Ну, стрёмненькое подчеркивание. Она больше напоминает какую-то, не знаю, сетку-рабицу или, не знаю, алюминиевый профиль. Ну, в общем, что-то такое индустриальное, не очень красивое. Поэтому, ну, да, кросс-браузерно красиво у нас, к сожалению, с точки зрения Text-Decoration Wavy не получится. Поэтому нам нужно будет имитировать. Так что давайте убираем все вот это. И оставляем просто EM без каких-то визуальных внешних признаков. И мы с вами сделаем повторяющийся пунктир. То есть вот эту вот штучку, она будет из маленьких фрагментов повторяться снова, снова и снова. Если вы видите здесь вот такие вот стыки, это просто недостатки рендеринга хрома. Тут Scale, тут Zoom. В общем, тут со слайдами страшные вещи происходят. Вообще в обычной ситуации оно будет выглядеть адекватно. Ладно, давайте вернемся в редактор и подумаем, что же можем здесь сделать. Я предлагаю сделать удивительную вещь. Я предлагаю взять и руками нарисовать нам нужный SVG. Не пойти в редактор, там, типа иллюстратор или скетча, а именно руками нарисовать нужный SVG-файл, который мы будем с вами повторять по горизонтали и изображать подчеркивание. Давайте это сделаем. Ну, для начала нам нужно создать файл. На самом деле я уже создал болванку. Она называется Wave. Давайте ее откроем. Wave.svg. Здесь у нас, собственно, шаблон для любого SVG, который мы собираемся рисовать. Собственно, SVG. Для внешних SVG-файлов нужно прописывать атрибут XMLNS, который, собственно, говорит, в каком пространстве этот XML живет. Ну, неважно, не замусоривайте себе голову. Главное, что когда вы вставляете SVG inline, вот прямо в HTML, вам эта штука не нужна, поэтому убирайте его оттуда. Оно вам как бы прямо в HTML не нужно. Там SVG, это и так SVG. Ну, в общем, длинная история. Короче, что еще здесь нам нужно? Нам нужно здесь прописать атрибут в Ubox. и в нем, собственно, сделать, ну, как сказать, кэнвас такой, такой холст, такой артборд, в рамках которого, собственно, будет существовать наш объект, который мы собираемся рисовать. Поэтому мы пишем 0, 0. Об этом отдельную статью вам дам, что эти штуки значат. А здесь пишем 28 на 20. Я уже заранее рассчитал, посмотрел, и вот примерно такого размера, собственно, наш артборд будет. Это задано в пикселях, ну, или в каких-то там абстратных единицах, потому что SVG у нас резиновый. Ну, в принципе, можно считать это пикселями. Давайте будем считать это пикселями. Короче, 28 на 20. Такой прямоугольник получается. Давайте сохраним и откроем его в браузере. Дублируем вкладочку и пишем здесь, допустим, wave.svg. Пока ничего нет. Ну, адекватно, хорошо. Давайте еще раз посмотрим на наш образец. Что это такое? Мы хотим брать вот эту вот штуку и повторять ее снова и снова и снова. То есть, по сути, у нас есть раз точка, два точка, три точка. То есть мы должны нарисовать SVG-шную фигуру из трех точек. Для этого прекрасно подходит svg-тег polyline. И у него есть атрибут points, где, собственно, мы описываем все наши значения. То есть мы берем, допустим, пишем там 0, 0, 10, 5, 15, 20 и так далее. Ну, и специально здесь пишется через вот такие вот запятые, собственно, точка x, y, потом пробел, вторая точка x, y и так далее, и так далее, и так далее. Да, так одиночно его нужно закрыть. Но чтобы эти точки нам в голове себе нарисовать, ну, было бы классно вспомнить вообще, где они лежат. Ну, я привык это делать в голове, но вы можете найти себе маленький хелпер в виде какого-нибудь графического редактора. Если уж мы не рисуем в графическом редакторе, то хотя бы можем попросить его помощи. Давайте посмотрим, как эта будет штука выглядеть в скетче. Крутим скетч. И, собственно, здесь уже готовый артборд размерами с 28 на 20. Мы берем инструмент V, рисуем первую точку, рисуем вторую точку где-то посередине и третью точку. У нас появилась фигура, которую мы, собственно, собираемся нарисовать. Если мы посмотрим на эти точки, то получается, что по системе координат, видите, здесь рулетки есть, у этой точки 0,0, у этой по иксу 14,20, у этой точки 28,20. То есть 0,0, 14,20 и 28,0. Давайте то же самое воспроизведем в нашей SVG-фигуре. Стираем фейковые значения ненужные. Хорошо. Первая точка у нас 0,0, вторая 14,20, третья 28,0. Сохранили. Во, мы получили, собственно, нашу фигуру. Но чем-то она не похожа на то, что мы видели в скетче. А во-вторых, в SVG по умолчанию заливка black, то есть fill black. Если мы, допустим, напишем атрибут fill явно и напишем здесь какой-нибудь, не знаю, red, то мы увидим, что заливка поменялась. А без какого-то значения, ну, она такая. Поэтому, если мы хотим брать fill, на самом деле можно написать fill none, и заливка уйдет. Нам все-таки нужна какая-то, не знаю, заливочка, поэтому мы напишем здесь атрибут stroke. И здесь напишем просто цвет. Во, собственно, мы получили нашу фигуру. Она уже почти так же хороша, как, собственно, нам и нужна. Но здесь, конечно, не хватает много чего, поэтому это только самое начало. А stroke у нас, собственно, это линия. Фигура не закрыта, потому что мы не описали точку до конца финальную. Ну, допустим, если мы напишем еще сюда, допустим, 0, 0, то фигура закроется. А так она не закрыта, и это удобно. В итоге уже похоже. Давайте продолжать. У stroke есть возможность указать ширину. Stroke width, ну, допустим, 8. Во, мы получили жирненькую такую штуковину, уже ближе к тому, что нам на самом деле нужно. Но выглядит на все еще не очень. У нас какие-то грубоватые вот эти вот штуки. Вот здесь, вот здесь. Надо как-то их немножко скруглить. SVG тоже это может. Давайте посмотрим. Stroke line cap round. Сохраняем. Во, скруглились. Аж вытащились куда далеко. И stroke line join. Тоже round. Во, и внизу теперь. То есть фигура вполне себе мягкая. Но все-таки есть небольшая проблема по-прежнему. Фигура вылазит за пределы. И на самом деле, если мы ее сейчас зададим фоном, она немножечко неправильно встает. Давайте мы просто попробуем. Фигура-то у нас уже есть. Мы можем ее вставить фоном и посмотреть, как она, собственно, выглядит. А потом поправить то, что не получается. Идем обратно в документ. Идем обратно в документы здесь. И пишем здесь background image. Background image. URL. И здесь пишем, собственно, wave.svg. Вот так. Сохранили. Обратите внимание, что она довольно-таки большая. Ровно потому, что мы здесь с вами не прописали размеров. Мы просто сказали, будь резиновый. Если мы не указываем width и height атрибуты здесь, мы говорим, разопрись на весь элемент внутри HTML. То есть у какого блока размер, такого ты и распирайся, если тебя задали фоном. Это довольно-таки удобное и классное свойство SVG. Короче. Ну, соответственно, мы на всякий случай укажем, что repeat только по горизонтали. Background repeat x. Ну, то есть чтобы он был только горизонтально. Ну и background position. Мы должны сместить его слева. Никуда не смещать. А сверху на 100%, чтобы он уперся вниз элемента. Ну, то есть сейчас ничего не поменялось, потому что эта штучка SVG всегда по умолчанию распирается. Поэтому мы можем с вами задать ей background size, чтобы она выглядела красиво. Background size — это свойство, которое говорит, какого размера будет наш background. И давайте мы попробуем это сделать. Background size. И, собственно, вы наверняка знаете, что есть значения всякие. Contain, cover и так далее. Но можно, на самом деле, руками описать каждый из параметров, а не просто использовать магические слова. Так вот, мы пишем авто, а потом это по горизонтали, чтобы он был авто. А по вертикали, чтобы пропорции сохранялись, мы, собственно, хотим сделать, чтобы по горизонтали оно было авто, а по вертикали каким-то, собственно, размером. А здесь запишем, например, значение какое-то, не знаю, там 15 пикселей. О, смотрите, получилось клево. Но клево не настолько, как бы нам хотелось. Дело в том, что если мы размер этой штуки поменяем, это, наверное, 50 пикселей, то эта штука все равно будет 15, а это многовато. Нам бы хотелось, чтобы оно было относительно размера шрифта. Давайте попробуем записать в емах. Допустим, 0,015 ем. А, собственно, практически ничего не изменилось. Но когда мы будем менять размер шрифта на 50, например, эта штука будет уменьшаться вместе с ним пропорционально размеру шрифта. Очень удобно, поэтому, в общем-то, там 150, тоже красиво, 100 красиво. В общем, мы только что с вами привязали это подчеркивание к размеру шрифта. Дичайше удобно. Но если вы обратите внимание, оно выглядит немножко, как в Firefox. То есть рубленные края, как та самая, не знаю, алюминиевый профиль. Дело в том, что все наши скругления, они не вписываются в тот самый viewbox, который мы описали. Потому что viewbox мы описали для координат без скруглений, без строка, без всего. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, у нас, собственно, координаты здесь, здесь, здесь и здесь. Поэтому все, что вырастает за пределами этих координат, viewbox'ом кропается. На самом деле в скетче все можно также описать, как мы сейчас в SVG и сделали. Давайте мы сделаем те же самые, не знаю, 8 пикселей толщины. Раз. Огромная штука. Смотрите, и в этой штуке вылазят за пределы viewbox'а. Но, как и в SVG, мы можем сделать раз, два и сделать вот эту такую самую скругленную v. Так вот, теперь вы видите, что она кропается здесь. Давайте, ну, мы и цвет зададим красивый красный. Типа f00. Вот. Ух ты, выжигает глаза. Ну, как подчеркивание, очень неплохо смотрится. Короче, по сути нам нужно взять и сделать так, чтобы верхние, допустим, штуки не обрезались. Как мы это можем сделать? Мы зайдем в режим редактирования этой кривой. Возьмем эту точку и начнем ее двигать вниз. Немножко, немножко. Вот. Вот так подвинули. Возьмем вот эту точку. Тоже ее подвинем. Угу. Нормально. И вот эту точку возьмем и немножечко подвинем. Что получается? Эта фигура будет повторяться по горизонтали. У нас вертикальные штыки обрезаться не будут. Что здесь, что здесь. А горизонтальные обрезаются, и нам так и нужно. Потому что если мы повторим ее, смотрите, она прекрасно стыкуется друг с другом. Собственно, это наша задача. Взять и эти штуки состыковать по горизонтали в длинную-длинную красивую красную колбасу. Видите, графические редакторы не совсем бесполезны, если вы рисуете SVG руками. Некоторые вещи можно попрактиковать, понять, координаты выяснить, еще что-то такое. Особенно редакторы типа скетча, иллюстратора, которые, собственно, нативно работают с SVG. Ну, как бы они понимают, что это такое. Собственно, мы с вами разобрались. Надо просто немножко координаты поменять. Давайте посмотрим точнее, сколько нам нужно менять пикселей. То есть мы здесь раз, два, три, четыре. То есть нам сверху нужно отступить на 4 пикселя, ну и снизу тоже на 4 пикселя, потому что у нас толщина этой линии 8, соответственно, нам нужно половину толщины этой линии отступить. Давайте вернемся в наши координаты. Ну, тут нам делать нечего, нам нужно идти в SVG. Хорошо. Координаты. 0,0 — это, собственно, наш угол, и нам нужно эту кривую, давайте сюда сходим, вот, и нам нужно начать с боку, там, где мы начинаем, а сверху начать по Y с четырех. Раз, опустили штуку, классно. То же самое сделать в конце. Вот, и нижнюю поднять. Поднять — это значит, чтобы у нас было не 20 пикселей, а 20 минус 4 — 16. 16. Во, все. Собственно, мы получили ту самую фигуру, которую мы повторяем. Обновили. Все. Прекрасно стыкуется, прекрасно выглядит. При любом размере шифта. Смотрите, мы можем сделать, не знаю, там, 200 пикселей. И прекрасно, прекрасно все, в общем-то, подчеркивание работает. Значит, начинается там, где нужно, немножко конфликтует с выносными элементами, но это не страшно, потому что, ну, он же красный, они, в принципе, нормальные. Но если бы она была бы того же цвета, ну, это тоже не так уж плохо, на самом деле. Линия достаточно тонкая, она не сильно мешает рисунку шифта. В общем, красиво. Ну, осталось только маленькую мелочь. Вставить неразрывный пробел. Вот. Теперь точно красиво. Ну, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот маленький эксперимент. Котинга без особых причин. Я все постараюсь положить на код ПЕН, чтобы вы могли потом поиграться с этим кодом. Ну, и всячески буду поддерживать вот подобные инициативы. Мне кажется, это будет интересно. А так, завтра я возвращаюсь в Питер, в студию, где будет проще записывать всякие разборы, отвечать на ваши вопросы, и, может быть, даже, наконец-то, устрою лайв. А вы голосуйте, подписывайтесь. Вот это вот все. И услышим на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.